Увидеть лик Есенина, примерить маску Джима Кэрри или рассмотреть первые солдатские протезы времен Великой Отечественной войны. В музейном выставочном центре открылась выставка без лица. Несколько лет кропотливого труда и поисков. Эти маски энтузиасты из Архангельска собирали по всему миру. Сейчас коллекция насчитывает более 70 экземпляров. В одном зале собраны карательные маски времен Инквизиции, реквизит к известным блокбастерам, отдельный стенд посвящен эволюции хоккейных шлемов. К слову, первым хоккеистом, который надел на матч маску для защиты лица, стал Жак Плант. Он был осуждаем, его называли трусом, но он маску не снял, помню, свои увечья за жизнь полученные. Особой популярностью на выставке пользуются маски для пыток. Некоторые из них помечены специальным белым знаком. Их можно и нужно примерить, чтобы на себе ощутить, как это – переступить закон Средневековья. Применялись в основном для женщин. То есть муж провинившейся жены, которую он посчитал виноватой или надумал, мог вывести ее на всеобщее обозрение вот в такой железной маске с колокольчиком, чтобы каждый мог услышать ее приближение. Кроме этого, экскурсоводы расскажут, с чего начиналась пластическая хирургия, почему доктора в Европе носили маски с вытянутым носом и как выглядит дух брошенной и ревнивой женщины. Проникнуться атмосферой и примерить на себя роль венецианской женщины или снайпера можно до 18 марта.